Вот я давно хотел поговорить, вот как-то не получалось, что я болею. Привет, брат. Болеешь, что же? Ой, что ты, что же, у меня температура постоянно от 34 в 9 держится, там самая большая была 36, а то так 35, 35,5 вообще, да я прихожу, у меня сил никаких нет вообще, вот, ну там. А у вас еще в Питере жарко тоже был? Сейчас, нет, было так тепло, 25 градусов, до 26 доходило, ну, тепло хорошо было, солнышко, а так дожди, у нас как такового тепла нет. Ну, 23-24 градуса. У нас до 40 был, 35-40 тени. Ну, это жарковато, ты рассказывал, как это ты с Александром, я же мониторил все-таки это самое, более-менее. Ну, дитя. Ну, смотрел это, вот, Дмитрия, там он говорит, что Христос не создавал церковь. Ну, как же не создавал, церковь я, я созижу церковь мою, ты Петр. На 7 камня я созижу церковь. А что, по полчу, конкретно ты мне говоришь? Ну, значит, когда мы втроем поговорили о границе церкви, ну, тема, конечно, оказалась не раскрыта, я там не готов, это я сразу признаюсь. Кроме того, кроме того, я там немножко косичнул, в том смысле, видишь, что в русском переводе у нас стоит, вот, в Петр 4-14, с разложением рук священства. И я вот так вот, сказать, благополучно беседую со всеми и с протестантами всегда на протяжении, так скажем, последних 25, может быть, больше, 30 лет, я всегда это место привожу и на него ссылаем. Но, но, посмотрев греческий и оригинал, да, на греческом оригинале, там стоит пресвитеров, то есть, возложение рук старцев, пресвитеров. Совершенно правильно там изменили. Да, растолкует пресвитер, ну, толкование какое-то значение. Пресвитер, на по-гречески старец, старейшина. Дело в том, что... Ну, еще разумленный опытом таким, да? Да, во времена апостола, во времена апостола, не было такого четкого самого, ну, может, только в конце уже их, когда уже церковь была оформлена более-менее в апостольских времена. А вот в ранних, вот когда апостол Павел писал, собственно, не было четкого разграничения между епископом и пресвитером. Были апостолы, пресвитеры, они же епископы, дьяконы, слуги, все. Ну, конечно, там были еще множество разных экзорцистов и все, но они, в принципе, получали дьяконскую хиротонию. Получали бы рукоположение и считали, как бы, дьяконами, поможем. Такого четкого разграничения не было. И только по отшествии апостолов, как бы, выделились пресвитеры, а епископы от пресвитеров. То есть уже существовало третье рукоположение, вот, и была уже разница между пресвитером и епископом. А до этого, поэтому во многих местах в дьяниях пресвитера называются епископами и епископы пресвитерами. Вот, вот, апостол Павел, апостол Лука, то есть не было четкого разграничения. И вот здесь это апостол Павел пишет пресвитерам, то есть старцам. Получается, что, что, как бы, в наше время пресвитеры, они несут свои четкие обязанности и четкую смысловую нагрузку. Священник, который, ну, может совершать шесть таинств, кроме рукоположения. И он не самодостаточен. Он не имеет права рукополагать и посвящать на служение Господа. Господа, это не его, как бы, обязанности. И, естественно, вот в этой связи при переводе на русский язык, да и на прочий, практически на всеславянский уже в среднем веке, там тоже стоит священство. Там, в первой Тимофееве, тоже стоит священство. А это 581-й год, то есть, ну, еще конец средних веков, конец 16-го века. Чтобы было понятно, что объединяющие священцы, потом к священцу принадлежит и диаконосу, и перфеконосу, и епископство. Вот, было с возложением рук священца. Но в наше время, при священстве, это определенная смысловая наноска, которая не несет в себе вот рукоположение. Она была заменена. Если подходить точно буквоецки, то стоит не священство. На самом деле, здесь уже так вот, с полной наглостью моей, невозможно беседовать с протестантами, там, и говорить, что, ну, что было в этом, ну, в начале апостольской карьеры, в начале церковной, уже было священство. Поскольку священство тогда не использовалось. Здесь есть, как бы, ветхозаветные священства. И вот, когда мы смотрим апостол Павел, говорит о первосвященнике в Великом, да, о Христе. Мы имеем такого первосвящения, который, ну, знаешь, к евреям послали. Там он использует как когон. У евреев, священник когон. Когон это, ну, как переведешь на наш, можно жрец перевести, можно когон, священник перевести. Но это перевод, он довольно условный. Почему? Потому что когон, он был, в общем-то, и врач, и должен был засвидетельствовать. Если человек пришел к нему, вылечившийся от проказа, как он, болен проказа или нет. Допускается он до общения с остальным обществом, как бы, да. Он приносил жертвы, он и приносил молитвы. То есть, когон, Христос, как призвал 70 учеников, ну, 12-70, и сказал, идите проповедовать Царство Небесное, так, недужных исцеляйте, мертвых воскрешайте. Даром приняли, даром отдавайте. Все. И проповедуйте Царство Небесное. То есть, первые христиане, по сути, по сути, мы, как христиане, несем в себе священство. Кто болен из вас, пусть призовет священник, и пусть он помолится на 10 разряда в Церковном. Ну, здесь, видишь, слава Богу, на русском, на 13-м, призовет пресвитеров церковных, и молитву сотворят дадим, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры спасет болящую, и возведет его Господь. И если будут у него грехи, отпустятся ему. То есть, здесь, как бы, через елея помазания прощаются грехи, вот, как бы, почему это и является таинством. Другое дело, что нет, нет, вот, в Новом Завете, как бы, в греческом языке, в том понимании, что наши пресвитеры и епископы являются, как бы, священцами. Это позднее видение, и сказано, вы все священство. Святое взятое в удело, то есть, выделение измелья себе. А потом уже мы сами, как бы, из... Ну и что, и как нам, я понял, и как нам, это все, разложить пазлы, как теперь. Ну, как разложить, как есть, как есть историческая ситуация. Настоящая историческая ситуация сложена так, что, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, мы, если смотрим, почему, уже апостольский, мы не знаем. Ну, подожди, а заповедь этим мы не нарушаем, крестово, то, что мы не признаем священство друг друга, да, а ищем священника где-то по стороне. Нет, 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 подожди, подожди, что значит, мы не признаем священство друг друга? Мы признаем священство... Почему мы вообще не приняли это, учение мы совсем не приняли? Нет, мы не все приняли. Во-первых, чтобы стать священником, мы должны что? Прежде принять крещение. А крещение нам должен преподатель. Потом, кроме того, мы должны совершать завет с Богом через принятие тела и крови. Вот не просто там, я захотел стать священником, он был неверующий, неверующий, потому он прочитал священное... Нет, почему неверующий? Потому что я тебе говорю о людях, о верных, о Христе, которые братья уже... Я тебе не говорю о тех неверующих. Нет, священцы мы, в том смысле, мы священцы, что мы имеем право приносить жертву в сердце своего, в Господу. Что мы, понимаешь, ведь служение Господу, это тоже священное действие. Ты приносишь в жертву себя, самолос. В этом смысле мы священство. И ветхозаветные израильские, и израильтяне, и ветхозаветные церкви, они ведь тоже священцы были. Хотя, было у них тоже всеобщее освященство, а потом среди них было выделено специальное заслужение. Собственно, мы то же самое и у нас сейчас, в настоящее время. Один к одному. И, в общем-то, я считаю, что это правильно. А как это, не признаем мы всеобщее освященство. Другое дело, что у нас есть особо поставленное заслужение, и мы видим это не просто высосанное из пальца, на это и сам Господь, а примите Духа Святаго. Ну, значит, получается, просто я ничего хочу добиться. Свои некоторые сейчас, как я понимаю, я не буду называть имена там, что теперь мы, коль мы и священство, да, мы теперь можем и печать самостоятельно, то есть, такой, резать хлеб и кушать его свином. Да нет. То есть, мы имеем всю власть, как говорится, над... Да, я договаривал, вот понимаешь, с Александром Андрусенко, как бы здесь очень сильно постарался Александр, этот... Игнатий Тихонович. Евгений, это уже... Нет. Евгений, это уже достаточное такое явление, оно, ну, как бы, завершил свое дело, просто видел. На самом деле, именно, вот, заложил в него, вот это вот, ну, из-за сомнений основные, Игнатий Тихонович. Потому что, Евгений, как бы, он бы сам бы не смог, он, ясно, он бы увидел, что человек вне церкви, у него, и он бы, как бы, если бы у него не было посеяно зерно, вот это вот сомнение и недоверие церкви Игнатием Тихоновичем, то, чтобы Евгений Мильгрэм, у него были бы бананы в ушах. Он бы, ну, мало ли кто говорит, всегда есть какая-то правда или ложь в истине. У него были бы бананы в ушах. А здесь, Игнатий Тихонович, он, как бы, роняет зерно. Он делает, но сам, он не отвечает за свое дело. Ну, а в чем, в чем ты видишь само вот это вот зерно? Вот смотри, человек, ну, естественно, как бы, Игнатий Тихонович, как, он отделился от церкви, от мира, он, собственно, создал свою церковь, создал общину, набрал там людей, которые хотят, ну, скажем, древнее благочестие, он взял там, в основном, по порядок весь, вот и до, и старообрядческий, вот, и, вот, полностью, по своему разумению, недоверие церкви. но сам-то он, как бы, придерживается более-менее приемлемо для спасения позиций, но, люди, которые вокруг него, часто, заразившись вот этим, вот, они идут своим путем, неизвестно, вот, что будет, с дебуновым, да, вот, как бы, у него абсолютно совершенно, вот, в том, в том же самом состоянии оказался и Александр, но Александр, как бы, видишь, человек мыслящий, в отличие, там, от тех, которые имеют свои интересы, он, не имея основания, ну, такого, твердого, что, все-таки, да, правильно, церковь, зиждется на рукоположение, на пус, это, вот, краеугольный камень, который ты, ну, никуда берешь, не нельзя деться, для него, посмотри, вот, как бы, на человеческие грехи, он все, все, ни церковь, ни кабак, ничего не свят, все, я, вот, ничем не хуже, поскольку, я, буду, как бы, спасаться, как мне кажется, на самом деле, нет, я же, ну, привел, вот, он, он меня попросил, же, когда, о епископах, ну, освященствия, вот, у святых отцов, найти, где, вот, сказано, что, без священников, я ему нашел, и, Игнатия, богоносцы, поэтому, я сейчас тебе тоже, найду, вот, о том, что, без епископа, я не нашел, конкретно, что без епископа, не может быть церковь, это уже говорит, Игнатий, богоносец, я читал, я читал, читал, я читал, ну, участвую, имейте одну эфаистию, и так стать, смейте, одну эфаистию, ибо одна, плод, Господь, Наши, с Христа и одна чаша в единии крови, один жертв, никак и един епископ, с присвительством и деканами, со служителями моими, дабы все, что делаете, делайте вы в Бог, вы обои, то есть, вот Игнатий, богоносец, он уже конкретно разделяет три степени священства, уже все, здесь нет никакого сомнения, что есть епископ, присвитер и дьякан, послание к Смирнину, глава 8, все последуйте епископу, как Иисус, Иисус Отцу, а присвитер, свой апостол, дьяканов же, почитайте, как заповедь Божий, без епископа, никто не делает ничего, относящегося до церкви, только та, Евхаристия, должна почитаться истинной, которая совершается епископом, или тем, кому он сам предоставил это, где будет епископ, там должен быть народ, так же, как где Иисус Христос, там и кафолическая церковь, вселенская, не позволительно без епископа ни крестить, ни совершать вечерней любви, напротив, что одобрит он, и то и Богу приятно, чтобы всякое дело было твердо и несомненно. Это вот Игнатий Богоносец, муж апостольский, по преданиям, который сидел, ну, на коленях у Спасителя, вернее, которого взял, не препятствуйте детям приходить ко мне, да, вот, это такая ситуация. Субтитры создавал DimaTorzok